А тем часом в приеме не протягивается вылучение кандидатов у членов Совета Республики и Национального Схода Республики Беларусь 7-го скликания. Данный процесс распространялся 9-го века и финишует 8-го кастричника. Последствия местных советов, депутатов и райвыконкамов с такой повесткой прошли в Лицком, Дятловском, Новогрудском, Сморгонском и Островецком районах. А этими днями и в Гродинском районе. Сегодня руководителям страны, Александр Григорьевич Рукашенко, поставлена задача перед новоизбираемым парламентом, чтобы он был на ступеньку выше парламента предыдущего. И не потому, что предыдущий парламент работал плохо. Потому что если мы выберем парламент на том же уровне, поступать на движение страны, мы остановимся в своем развитии. Поэтому есть пожелание, чтобы новоизбранный парламент принимал те законы, по которым наша страна и в дальнейшем развивалась бы дальше, получалось качественный уровень жизни людей. Ну и вообще благосостояние нашей страны. Нагадаем, что Совет Республики – палата территориального проставництва. Парадок ее формирования сумящая элементы выборности и назначения. 8 членов вылучшается от каждой в области и города Минска шляхом тайного голосования. Еще 8 назначает президент. Усяго у склад Верхней Палаты Белорусского парламента в выходец 64 человека. Кандидат – это тот человек, который все наши вопросы и проблемы, которые есть в районе, он должен доносить выше в Совет Республики. Ну и, конечно, все вопросы решаются. Додадим, что регистрация кандидатов у членов Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь 7-го скликанья будет проходить в Центрвыборкаме с 9-го по 13-го Кастричника. Выборы у Верхнюю Палату парламента пройдусь 7-го листопада. Голосование за зарегистрованных претендентов будет проходить на посаджениях депутатов Мясцовых Советов базового узровня.